здравствуйте друзья начинается отопительный сезон октябрь температура воздуха начала скакать достаточно сильно от плюса к минусу и у владельцев котлов настенных особенно котлов не снабженных расширительным баком дополнительным могут иногда возникать проблемы связанные с тем что теплоноситель в системе если тут залит антифриз а вот здесь залит именно антифриз начинает от температуры скукоживаться уменьшаться в объеме да и воздух тоже в общем то начинает уменьшаться в объеме и давление в котле падает падает ниже критического давления которое этот котел может себе позволить данном случае перед вами котел стал плюс у него давление критическое 07 и вот пару дней назад владелица данного котла позвонила сказала ребят я приехала включила отопление он пищит и не включается ну понятно вот я сейчас приехал и за окном как видите солнечно довольно и достаточно тепло стало и я вот котел включил рубильником а он взял и включился и показал что давление у него 08 а потом начал включать насос греть и давление попало вверх 09 единичка то есть на самой грани котел вот был и вечером холодного дня он упал ниже порога сейчас вот встал сам но тем не менее надо с этим что-то делать и вот смотрите поскольку нет у нас расширительного бака то придется провести нет расширительного бака снаружи придется провести некоторый комплекс мероприятий о котором я и хочу вам сейчас рассказать я к сожалению один поэтому снимать меня некому поэтому какие-то свои действия сейчас просто прокомментирую а потом постфактум уже поговорим смотрите в котле стал вот расширбак спрятан вот под этой панелью вон там он пипочка торчит за проводами до нее худо бедно руками можно достать но очень сложно поэтому я сейчас котел разден до конца сниму кожу кожу крепится на четырех винтах снизу и еще на двух винтах сверху и туда отверточка обычная не лезет поэтому я взял вот небольшую сейчас откручу этот кожух у меня будет свободный более-менее доступ снизу к пипке туда можно будет подсунуть компрессор и подкачать вот а последовательность действий последовательность действий по приведению всей системы в норму у меня будет следующее значит работать с расширительным баком можно только на пустом баке поэтому хочу я или нет мне придется устроить из котла слив жидкости я планирую сделать это через косой фильтр но заодно и косой фильтр промоем то есть вот я сейчас краны перекрыл откручиваю косой фильтр сливаю что там осталось по мелочи потом открываю вот этот кран и уже подставлю емкость солью из котла побольше жидкости все что там в нем есть чтобы чтобы спокойненько а есть там кстати много то есть это вот обратка она соединена через насос с низом бака то есть вот этот вот весь объем он сольется а он не маленький кстати нету 20 литровая канистра будет скорее всего больше половины ну да ладно значит пункт 1 мы сливаем с котла воду если он снабжен вас кранами то в системе отопления все останется хорошо воздух туда не зайдет далее далее мне нужно будет померить давление в расширительном баке и установить его на том уровне на котором я захочу этот уровень обычно на 0 2 0 3 единички ниже чем системе отопления то есть если в системе отопления мы будем делать 1 и 5 1 и 6 то в расширительном баке давление воздуха должно быть ну 1 и 2 то есть он не должен быть перекачан как расширительный бак бойлера косвенного нагрева в нем всегда немножечко жидкости должно находиться то есть давление в системе отопления должно превышать давление в расширительном баке чтобы на какую часть своего объема заполнился чтобы при остывании системы он мог эту часть объема выдавить и система осталась бы в порядке здесь вот видимо либо бак был слишком сильно накачан перед пуском либо все-таки маловатая дельта была между давлением баки и давлением теплоносителя не знаю сейчас я проведу эти мероприятия и потом надеюсь сделаю второе включение и еще раз вам что-то расскажу поехали итак продолжаем я всегда топлю за то что расширительный бак должен быть снаружи и по глубокому моему убеждению расширительный бак внутри ставят исключительно для того чтобы как бы продать мини котельную типа к ней ничего не надо докупать все вот прям стартуйте так но по факту по эта попытка совместить несовместимые системе отопления даже дома в 60 квадратов если нам антифриз нужен нормальный расширительный бак литров блин на 12 но не на 8 и не на 6 вот смотрите вот ну вот я раздел котел но что толку прошу прощения я все равно не могу подобраться чтобы даже давление под поднять потому что вот у насоса задняя часть настолько выпирает что я сюда не могу подключить компрессор у него достаточно длинный такой шток и увы он сюда не лезет то есть мало того что мне придется спустить с котла всю жидкость мне еще придется насос с него снять открутить закрутить ну хорошего мало согласитесь зачем лезть систему которая работает но мне придется иначе как бы обслуживание будет неполным я могу полениться могу просто подкачать теплоноситель в систему но это неправильно и есть шанс что через некоторое время придется приехать потому что например капает из предохранительного клапана да должен быть баланс системе вот поэтому но увы придется действовать по плану сливать еще и снимать насос так еще небольшая склеечка насос демонтирован вот как я обещал ровно пол канистры 10 литров ты к тому кстати если будете самостоятельно рассчитывать объем системы отопления знаете что в электрокотел вылезает примерно 10 литров вот и теперь вот прямой доступ есть сейчас я смогу спокойно качать бак кстати в мой манометр показал что там было там чё-то 0305 ну то есть прямо маловато я буду накачивать так что в два раза не вставать еще расскажу про компрессор компрессор обычные автомобили 12 вольтовый где взять в котельной 12 вольт можно приобрести в электромагазине вот такой блок питания я взял на 250 ватт такой самый мощный он не обошелся рублей 800 по моему сейчас наверно подорожал это было в год-два назад у него есть вход есть выход ко входу присоединяете вилочку с выхода берете вот на крокодильчик питание 12 вольт пожалуйста можно прикуриватель прикрутить если компрессор с прикуривателем и пожалуйста вы в котельной спокойненько можете все баки себе накачать так ну что котел ожил кстати на табло нет информации о давлении вопрос у меня где давление чтобы найти давление надо зайти в меню информацию состояние системы и пролистать вот сюда вот давление 1.6 бар я считаю что это крайне важная информация две крайне важные информации давление в системе и температура в данный момент системе а мы имеем здесь вот какую-то вода цель и фактическая не здорово потому что нельзя контролировать давление поэтому коллегам наверное рекомендую поставить манометр и себе на будущее тоже рекомендую поставить манометр именно такие котлы то что он не снабжен встроенным манометром а вот этот он очень далеко к тому же если котел некоторое время стоит без нажатия кнопок вот в этом вот состоянии то самый ответственный момент эта информация пропадает так она и сделала я вот накачивал стоял я один как бы слежу за давлением 0 9 1 1 и 2 бат пропадает и включается обычный меню в итоге я очень быстро накачал 2 и 7 и котел запищал что давление высокое говорит давление высокое пищит но не показывает какой высокой аналогично пищит говоришь давление низкой какой низкой не показывает не очень удобно поэтому манометр желательно иметь вот а так я собрал все назад насос установлен на место бак подкачан влажная уборка произошла автоматически потому что я дернул шланг насоса при открытом кране как раз стравил лишнее давление но в целом сейчас я достиг своей цели давление 1 6 котел обслужен готов в зиму так что обслуживайте ваши котлы неважно где у них там бак внутри снаружи в любом случае их надо обслуживать примерно раз в сезон подкачивать бак следить за давлением это очень важно чтобы зимой не остаться с носом да с обмороженным вот ну и по поводу того ставить бак наружный или не ставить решайте вам лично делал каждую я считаю что те процедуры которые я произвел прям крайне излишние процедуры и в идеале в идеале вот этот внутренний бак просто глушить изымать и либо его же вешать снаружи но я считаю он маловат и вешать снаружи там обычный 12 литровый бачок вам все будет максимально удобно котел отдельно бак отдельно надо обслужить бак перекрыли его сливе обслужили открыли чуть-чуть добавили теплоноситель никуда не надо лазить разбирать собирать резинки и течь грязные руки все это ничего не будет будет просто очень удобно ну вот на мой взгляд все надеюсь я был информативен и может быть что-то вы подчеркнули если у вас котел ставок плюс или вы хотите его заиметь вот спасибо что посмотрели все счастливо всем пока